По словам жителей гражданского проезда и примыкающих к нему улиц, кормить их обещаниями о переселении в новые дома начали в 2008 году. Людям приходилось ходить на собрания, как на работу. Появился инвестор, некто там. Молодой человек нас вызывал, собрание за собранием устраивал. Предупреждал, чтобы мы не вкладывались в строительство. Раздавал нам уже квартиры. Кому на седьмом, кому на втором. Мне на Ленинградской улице предлагали квартиры, на которые я согласилась в то время. Сейчас люди вынуждены бить тревогу. Ведь почти все их дома обветшали и рушатся на глазах. А некоторым после пожаров вообще жить негде. Течет крыша. У меня в доме проживает инвалид первой группы. У меня прорвало шифер, вода, где проводка потекла. Я прибежала, унижалась перед этими инвесторами. Говорила, помогите, вы же сказали ничего не делать. На меня очень холодно посмотрели, сказали, потерпите что-нибудь, что-нибудь. Только не вкладывайтесь, мы вам дадим квартиры. Здесь и начинается строительство. Дом очень старый, крыши текут. Газ у нас, старое оборудование, уже есть предписание. Они даже, газовщики вызываем, они даже не едут. Газ пропускает, дымит. Проводка старая у нас. Туалет на улице. Муж мой инвалид первой группы. Я тоже не могу ходить. Никуда не ходим, потому что помогать тоже особенно некому нам. Бабушка на улице Маркина, и дедуля там старенький живет, прикован к кровати, не встает, больной человек. У них есть газ, но отопления нет. Ту зиму прожили без отопления. Это что за издевательство? Люди считают, что во всем виновата местная власть, которая повсеместно демонстрирует только положительные моменты. А реальными проблемами людей заниматься не хочет. Праздник городу был. Я подошла около фонтана, вывески строительства этого города. Самые лучшие дома показаны. Почему же вы не покажете гражданский проезд, погорелые дома? Улица Маркина, одни сгорелые дома. Дзержинского, ребята вон выскакивали. Человек 10 выскакивал, на днях дом еще горел. Почему вы эти горелые дома не покажете? Жители гражданского проезда говорят, что не намерены больше ждать. Через наш эфир люди предупреждают инвесторов. Что ходить к ним с предложениями о новых квартирах больше не нужно. Я не собираюсь ждать 5-3 года, когда до нас дойдет строительство. Мы будем строиться. Это моя собственность частная. 9 соток земли. Я буду строить трехэтажный кирпичный коттедж. Несколько недель мы звонили в компанию «Инвестор» ООО «Проминвест ИК», чтобы узнать, можно ли жителям гражданского проезда и примыкающих к нему улиц надеяться на переселение. Сотрудники компании отказались давать комментарии по этому вопросу. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов. Солнечногорское телевидение. Информационная программа «Наше время».